Приветствую уважаемых подписчиков читателей и зрителей наших каналов. Эпиграфом к этому ролику я хочу сделать следующие слова. Я не понял, в чем смысл артефактов? Жемчуг Кархайма. Напоминаю, этот отзыв часть моей новой публицистической книги. Были Владислав Крапивин и Михаил Ахманов членами Тайного общества Диск. Она сборник моих отзывов на книге указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Повесть Жемчуг Кархайма должен сказать меня несколько о задачах. Хотя читал я ее уже и второй раз. Но первый раз я ее читал для развлечения, а вот второй раз на предмет поиска конспирологической составляющей. И вопросов она оставила больше, чем ответов. Прежде всего, меня заинтересовал вопрос, кто автор. И он оказался более, чем непростым. Мне пришлось много порыться в интернете, пока я нашел на него ответ. Авторы, понятно, российские, что, впрочем, ясно из года написания. Но вот зачем здесь наведена такая тень на плетень, я тоже не понял и близко. Повторяю, даже кто автор этого произведения, я выяснил с очень большим трудом. Вот как выглядит одна из обложек книги. Наверное, также нужно добавить, что эта повесть открывает третий том Блэйдианы. Ричард Блэйк – победитель. Если говорить о хронологии, то действие повести происходит в 1971 году. И формально это седьмое путешествие Ричарда в параллельный мир. Если добавить четыре новеллы, отзывы на которые я тоже уже дал, то получается это двенадцатое произведение Ричарда. Самое же главное, как я уже сказал, я так и не понял, зачем целому коллективу авторов, а здесь коллектив авторов, понадобился этот самый артефакт – жемчуг Кархайма. Я в упор не вижу, что он позволил раскрыть. Вся надежда, что что станет яснее по мере дальнейшего чтения цикла. Хотя, честно говоря, я в это почему-то не верю. Сюжет следующий. На этот раз Ричарда заносит, скажем так, в пиратский мир. Технологически этот мир стоит где-то на уровне развития Земли в 18 веке. Но географически он очень отличается от нашей планеты. Материки, или как там говорят, Земли, на нем собраны, как говорится, до кучи, в один материк. Но это не что-то вроде древней Гандваны. Здесь все куда сложнее. Материк представляет из себя что-то вроде гигантского атолла, внутри которого что-то вроде, скажем так, гигантской лагуны. Его называют, это море, а точнее океан, поскольку это море огромное, море среди земель. Но и есть, собственно, название этого океана. Они называют его, жители этого мира, Акрот. А океан же остальной, что омывает, что, собственно, вот эти земли, и что, собственно, Акрот, называют Достар, или Свергающее Кольцо. Через указанный, скажем так, атолл, тем не менее, проходит, понятно, еще и пролив, который тоже практически, да, копирует пролив в лагуне, но только, понятно, он, опять же, куда больше пролива в обычной лагуне. И именно этот пролив нас интересует в данном произведении особо. Его называют Кархаем. Ну и понятно, что Акрот – это мекарь для пиратов. Они там промышляют уже несколько веков и фактически сформировались в отдельный морской народ. В этого народа даже есть название – Хавистары. При этом, несмотря на то, что они фактически один народ, каждый пиратский корабль – это фактически отдельное государство. И друг другу они очень не доверяют. Ричард попадает в небольшой приморский город на берегу Акрота, аккурат в момент его атаки пиратами, которым просто понадобился провиант. Впрочем, атаки громко сказано. Город небольшой, в нем нет гарнизона, а местные жители почти не посмели оказать сопротивление пиратам. Ричард, понятно, как всегда, попал туда голый и босой, и ему очень нужна одежда. И трем пиратам таки повезло на него нарваться. И есть еще одна деталь. Над проектом опять сгустились тучи. И правительство Великобритании на грани того, чтобы прекратить финансирование проекта Лорда Лейтона. И Лейтон попросил Ричарда принести что-то ценное из данного странствия, чтобы улучшить финансовое положение проекта. Разобравшись с тремя пиратами, Ричард оказывается перед достаточно сложной дилеммой. Ясно, что в городке нет ничего ценного. Но идти на пиратский корабль, трех членов экипажа которого он только что отправил на тот свет, это вроде бы приговор смертный. Но он все-таки решает рискнуть, поскольку отличный боец, которым он является, пиратам точно не помешает. Дальше все идет по законам жанра. У корабля оказывается не капитан, а капитанша. Юная красавица Айола. Пираты называют ее черная сестра. Такое у Хавистаров возможно, поскольку, я сказал, это особый сформировавшийся морской народ. Она унаследовала корабль от отца, и она пиратка в прямом смысле слова с пеленок. И она действительно отличная, настоящая пиратка, и завоевала среди пиратов непререкаемый авторитет. И Ричард ей понятно сразу глянулся, и она, поскольку привыкла, что ее воля исполняется беспрекословно, сразу без проволочек делает его своим любовником. Что понятно, кой кому очень не нравится, но и дальше опять, как я сказал, все развивается по законам жанра. Ричард вместе с пиратами грабит, убивает, тоже завоевывает среди них непререкаемый авторитет, отражает удары в спину, ну и тому подобное. Самое же главное, он ищет, что есть в этом мире ценного, что может представлять не меньшую ценность в Англии 20 века. И выясняется, что главная ценность в этом мире жемчуг. И самый ценный жемчуг добывают в указанном проливе, в Кархайме. Там огромные жемчужные отмери, на которых раковин жемчужниц выращивают уже много веков. И это дало возможность фактически искусственно создать. Невероятно красивые жемчуга. Как обычные, так и цветные. Красные, розовые, синие, черные и тому подобное. Понятно, на земле этот жемчуг тоже будет стоить колоссальных денег. То есть даже небольшой мешочек такого жемчуга на нашей земле будет огромным состоянием, поскольку такой жемчуг будет куда дороже алмазов. У нас на земле просто нет жемчуга настолько высокого качества. Ну и понятно, шанс поддержать финансовый проект здесь просматривается очень чутко. Но даже этот жемчуг не главная ценность Кархайма. Указанный пролив, или как его там еще называют, узкое море полностью контролируется герцогством Кархайма. Небольшим, но немыслимо богатым государством. И богатство ему, понятно, дал жемчуг. Но есть одно но. В Кархайме, кроме вот этого жемчуга, есть еще и некий другой, скажем так, жемчуг. Его называют «зеленый жемчуг». И об этом зеленом жемчуге ходят невероятные легенды. В частности, он дает власть, неуязвимость, бессмертие и многое другое. Вернее, якобы дает. И одна такая жемчужина стоит, похоже, всей сезонной добычи жемчуга Кархайма. И прежде всего, именно этот зеленый жемчуг дал несметное богатство Кархайму. Понятно, Кархайм великолепно укреплен, и пираты даже не смеют и мечтать его атаковать. Они предпочитают грабить идущие из него корабли. Но зеленый жемчуг везут только корабли Кархайма. А это самые быстроходные корабли в этом мире. Такое богатое герцогство, понятно, может себе позволить иметь такие корабли. Но Ричард понимает, что атака герцогства возможна, если пиратов удастся объединить. Повторяю, в их среде и близко нет доверия друг к другу. Но народ хавистаров – это, тем не менее, колоссальнейшая сила. Возможно, самая колоссальнейшая сила на этой планете. Причем военная сила. И Ричард берется. За это невозможное дело. Не буду говорить о том, чем это закончилось, чтобы не раскрывать сюжет. Но Ричарду также удается выяснить, что такое зеленый жемчуг. Выясняет, что это не жемчуг. Более того, это далеко не жемчуг. Хотя он тоже имеет органическое происхождение. Ну и понятно, да, он действительно, этот артефакт, внешне похож на жемчуг. Но раковины жемчужницы тут совершенно ни при чем. Этот жемчуг получают в прямом смысле слова. Чудовищным путем. И у него действительно есть очень необычное свойство. Тот, кто имеет такую жемчужину, действительно живет очень долго. Живет больше ста лет. И при этом живет активной жизнью. Но нужно знать, как правильно этим жемчугом пользоваться. Если его использовать неправильно, то последствия тоже опять в прямом смысле слова чудовищны. То есть жемчуг способен вызывать физические мутации. Как положительные, так и крайне отрицательные. И так же ясно, что радиация тут совершенно ни при чем. Но вот что дает жемчуг, такие невероятные свойства, так и остается за кадром. Рано, как и остается за кадром, зачем этот жемчуг вообще автором данной повести упал, как говорится. Если у кого здесь есть какие-то мысли, пожалуйста, поделитесь. Они могут помочь нам в дальнейшей работе. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.